Партия Улады Лукашенки – Белая Русь. Это фактически троянский конь Крамля, который будет выкорестовываться супрать белорусской державности. Не так давно Министерство юстиции Лукашенки зарегистрировало новую политическую партию, которую, по задумке створальников, наканевано стать в державе Лукашенки партией Улады. Это то же самое, как в России. Единая Россия. Это партия Путина. Говорка о ситуации в нашей стране про Белую Русь, якая была створена на основе ранее яснуючего громадского объединения. Давайте поглядим на эту самую партию ближе. С этой программы и керавництво можно ознайомиться на официйном сайте. Заходим на сайт, и первое, что кидается у ВОЧИ, у так званой партии Улады сайт только на русской мове. А белорусскомовная версия чемусти отсутничая. Может, это выпадковость? Забылися сделать? Это все же не. И в той будущей, которую малюет новостворенная партия для нашей краины, место для родной мовы, не ама. Может, как и не ама самой Беларуси? Доброе. Не будем сгущать фарбы. Может, это просто с упадением. Глядим далее. Сам сайт оформлен не у любимых сердцу ябатек червоно-зеленых тонах, а у некоторых черно-желтых, которые до боли нагадывают так званую Георгиевскую стушку. Або колеры черно-желто-белого стяга, которые активно используются русскими радикальными националистами на кшталт Дмитрия Рогозина, который недавно приезжал в Минск. Логаты партии таксама мая вельми дивный выгляд. Але что мы придираемся? Это все справа густу, ктось и скажет. А кроме цитат их праводыра Лукашенки и Янки Купалы, які неким судом трапил гэтую кампанию, на сайте размешана цитата у Владимира Соловьева. Не, не палохайтеся, не пропагандиста, а русского религийного философа 19-го стагодя. Але, знову же, русского. Разглядаючи гэтый сайт, и не одразу зразумеешь, что гэта сайт Белорусской партии, як позначена в официйной назве Белой Руси. Так хто ж узначалювает такую дивную политичную организацию? Знаемтеся. Олег Романов. Член Совета Республики, доктор философских навук, профессор. Одным словом, адекватный, интеллигентный человек. Народился в Гродне, там же отримал высшую эдукацию. Правда, учился Романов на биолога, а потом не как само собой переквалификовался и стал философом. Карьеру свою Романов начинал в Гродзенском университете. Сфера навуковых интересов у философа, ни много ни мало. Проблемы генезиса, устроения и перспектив развития восточнославянской цивилизации. Классическая и современная русская философия, судьба государства в глобализирующемся мире. Олег Романов закоронелый прыхильник русского мира. У назвах его праць Беларусь фактично не сгадывается. Отсылки идут выключено до усходних славян. Ти России. Имперская парадигма в перспективе политического развития восточнославянских народов. К проблеме духовно-ментальных оснований хозяйственной деятельности восточнославянских народов. Русская философия в духовном опыте восточнославянских народов. Прошлое, настоящее, будущее. Вось только некоторые назвы публикации гэтага пробачьте аутара. После работы в Гродзенской ВНУ Романов пошел на повышение и стал ректором Полоцкого университета, где запомнился зачисткой идеологично неправильных на его погляд выкладчиков. Романов на словах полностью поддерживает теперешнюю нелегитимную ладу. Это легко понять с его выказываний на конт коронавируса, протестов 2020 года, миграционного кризиса 2021 года. Однако до поры, до часу, пока Лукашенко еще сидит в своем кресле. Но с поглядом Романова так само зразумело, что головные его господары знаходятся не тут, а далеко на Усходе, в самом сердце восточнославянской цивилизации и русского мира в Москве. А кроме Романова, в высшейшую Политраду Белой Руси так само выходят такие вядомые прихильники идей русского мира и одиозные удельники эфиров российских пропагандистских телеканалов, как Вадим Гигин, Рыгор Азаронак и Александр Шпаковский. Вадим Гигин – правоуладный политолог и историк, старшин правления Белорусского товариства Веды, а с недавнего времени еще и директор Национальной библиотеки Краин. Гигин никогда не хавал своих пророссийских поглядов. Как и Романов, он прихильник идеи, что белорусы – это частка так называемого «триадинного русского народа», а Беларусь – полночно-заходный край исторической России. Это подход на вид истории мает давнюю традицию, еще с часов Российской империи, и называется «Западно-русизм». Гигин, как правильный адепт русского мира, лечить нашего национального героя – Кастуся Калиновского – польским террористом, а идеал мудрого державного деятельства посмотреть в российском генерал-губернаторе Михаиле Муравьеве, которого прозвали «вешельником» за жесткое подавление повстания 1863-64 годов. Приблизно такой же подход у Гигина и до современной политики. Йонус Селяк восхваляя кромлевские влады и оправдывая агрессию России и сопротив Украины. Гигин поддерживает российские наративы не только на словах, но и на праве. Например, осенью 2022 года пропагандист ездил на зеральникам на референдум в так званую Луганскую народную республику. Референдум в двухкосе, понятно. Третий персонаж в уголе выкликает агиду, благодаря своим неадекватным и хамско-истеричным выказаниям. Это Рыгор Азаронак. Человек, который за последние три года стал символом самой брудной и отвязной лукашенковской пропаганды. Азаронак – представник целой династии пропагандистов. Его не батько Юрий прославился благодаря пропагандистскому фильму «Ненависть. Дети лжи». Памятую этот фильм, когда я был студентом юридического факультета БДУ. Где я еще в 1990-х годах на начале руководства Лукашенко с помощью приема Гебельса осуществлял девчонку белорусской оппозиции, за что даже отрымал под твари от самого Миколая Статкевича. А прочь пропаганды, в те годы Азаронак старейший занимался и политикой, был сябром партии «Белая Русь». Но не той партии, про которую мы говорим, а другой. И полностью она называется «Славянский собор Белая Русь». Существовала эта организация еще в 1990-е годы и рассказала идеологию панрусизма. Не тяжко понять, что яблочек от яблоньки далеко не косится. Так и Гриша выбрал в себе очень специфические политические взгляды Батьки. Все заходное, не русское, а, вероятно, как и белорусское – чужое рыгору. А все светлое, чистое и духовное может заходить только от триединой, исконной, святой Руси. Четвертый девич – Александр Шпаковский, который в минулу лишил себя белорусским националистам, а даже нацистам, сейчас пропагандует тот же нацизм, только уже под российским имперским стягом. В приватности он, разом с еще одним сябром политрады Белой Руси, главным БРСМ-овцем Александром Лукьяновым, ездил в лагерь Дубрава. И промывал розумы украинских детей прароссийской пропагандой. Вот такие интересные персонажи объединялись в руководстве партии Улады, созданной Лукашенко. Таким образом, когда приглядеться ближе, становится понятно, что Лукашенковская партия «Белая Русь» становится худшей проектом Москвы, чем политической опорой Улады для состарелых диктаторов. Поэтому, как только на этот момент реальная Улада нелегитимная которая начинает перетворяться в пыл, ее должны подчеркнуть к этой ускорбленной на российские гроши детской. Задача этих людей, по-перше, забрать Уладу у Лукашенко, по-друге, не допустить, чтобы она вернулась до народа, а по-третье, подрихтовать поглинание Беларуси России. И все так званые «широговые чальцы» партии «Белая Русь» должны сдавать себе праву, что они фактически будут удельничать в злочинстве супраць беларуского народа. Майте это на увазе!